Алексей Гетьман, военный эксперт и майор запаса ВСУ уже в нашем эфире. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Алексей, вы участник Российско-Украинской войны, были свидетелем многих событий на восточной линии фронта, начиная с 2014 года. Вот если проводить сегодня параллели, как много дронов было у украинских и российских войск тогда, и как часто они использовались, собственно, до вот этого полномасштабного уже вторжения Российской Федерации? Ну, по большому счету, в 2014, 2015, 2016, вот когда началась антирористическая операция, то дроны использовались, но это были подразделения аэроразведки, в основном занимались, это были такие дроны, не дроны-камикадзе, не ударные дроны. Большей частью смотрели, что где можно, ну, помогали артиллерией, просто ввели разведку в ближайшие позиции, так как стали использоваться дроны последние, ну, скажем, несколько, вот начиная с полномасштабной войны, уже использование дронов, ну, сильно изменилось, и они превратились в такую серьезную составляющую армии, как атакующую, так и обороняющуюся, и, в принципе, то количество, про которое только что шла речь, несколько десятков или сотен тысяч в месяц, это, в принципе, то, что необходимо. Надо просто понять, что это оружие, правильно, это одноразовое оружие, это расходный материал, особенно дроны-камикадзе, и они не несут большую нагрузку фугасную, боевую часть, но благодаря точному попаданию в танк, ну, куда-то, куда он будет направлен, особенно в ПВ-дроны, то, в принципе, их, ну, просто их должно быть очень много. А у российских оккупантов тоже не было такого количества дронов? Ну, у них были и Орланы, и Лансеты, это не новая техника, но они использовались не так активно, как это, как сейчас, и они, россияне, увеличили, ну, или выняли со складов, но, скорее всего, увеличили производство своих дронов ударных, они сделали их с тепловизорами, то есть они уже видят и ночью, и ориентируются по теплу, а не только по визуальному контакту, это, ну, много в чем создало сложности, и их, ну, на сегодняшний день у россиян пока больше, скажем мне. Ну, и, как вы уже сказали, так и говорят и наши друзья, и наши военные, что дрон действительно это расходный материал, их очень-очень много сейчас на линии фронта необходимо, необходимо для поражения и живой силы, и техники врага. Вот мы только что показывали, как с помощью аэроразведки уничтожаются эти дроны, и самим дроном уничтожаются. Скажите, как сейчас от этого вида оружия защищаются, в частности, оккупанты? Как спасают свою технику? Да никак они ее не спасают. Если дрон уже технику, особенно, ну, стандартные способы защиты, это маскировочная сеть, это попытка где-то в каких-то укрытиях, ветками можно замаскировать, но по большому счету, если уже FPV-дрон увидел цель, четко идите в сервис, что это не муляж, а действительно цель, особенно если она двигается, ну, танк, бронетранспортер, бронемашина, любая, просто какой-то военный автомобиль, то защититься от наших дронов у него практически шансов нету. Единственное, что это зависит в точность попадания от мастерства оператора, потому что подвигающаяся цель это сделать достаточно трудно, но, как показывает вот видео, которое мы видели, пока у нас с этим все нормально. Да, здесь очень важный момент, что цена вот этого оружия, дронов, она, ну, даже не в десятки, в сотни раз меньше, чем та техника, которую он, этот дрон уничтожает, поэтому, в принципе, здесь есть смысл сосредоточиться, но на массовом производстве такого оружия, тогда он по цене снаряда практически, этот дрон. Алексей, если говорить о нашей защите, как наши военные защищаются, и помогают ли муляжи военной техники, которая используется? Насколько я помню, у нас такие были, в том числе и всем известных установок Хаймерс. Ну, муляжи, муляжи, ну, Хаймерсон, эти арпиведроны, они, ну, да, муляжи используются, они, ну, знаете, система использования муляжей, тактика, она еще, знаете, до Первой мировой войны, еще даже, я видел фотографии времен войны между Севером и Юлом Соединенным Штатом, там использовались макеты, такие чучело-лошадь, ну, не чучело, а что-то такое слепленное, похоже на лошадь, чтобы, я не знаю, как там, чтобы из бинокля, когда смотрели, думали, что это кавалерия. Ну, то есть, эта тактика достаточно старая, в принципе, и она достаточно эффективная. Если муляж, ну, более-менее нормально сделанный, особенно, если он накрыт масс-сеткой, то муляж накрытой масс-сеткой или боевая техника накрытой масс-сеткой, они, ну, точно, что различить их, ну, практически невозможно. Поэтому, да, это используется, но все равно защититься, но если они не могут полностью защититься от наших дронов, то точно так же мы полностью не можем защититься от их дронов. Система родной, ну, есть способы борьбы, это радиоэлектронная борьба, это определенные станции, которые излучают активно электромагнитные волны, которыми на той же частоте, на которой управляется этот дрон, они его слепят, и, в принципе, тогда он теряет управление и, может, падает уже куда-то, куда упадет, туда упадет. Даже можно в некоторый способ перехватить его управление, то есть можно его даже развернуть. Ну, вроде бы, кажется, решение вопроса с одной стороны, а с другой стороны, таких станций должно быть, опять же, очень много, потому что это тоже расходный материал, как только начинает такая станция. Но станция с системой электронной борьбы излучать электромагнитные волны, то есть глушить российские дроны, то она сразу вычисляется, и туда уже очень быстро прилетают уже артиллерии. И напомню и расскажу следующую новость. За прошлую неделю армия дронов вничтожила 186 единиц техники российских войск. Такие данные обнародовал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования науки и технологий министра цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. И он говорит, что были такими птичками поражены 36 танков, 55 грузовиков, 55 бронированных машин, 375 опорных пунктов и более 440 единиц личного состава россиян, написал он. Алексей, вот потери такого количества техники буквально за неделю. Как это влияет на активность, передвижение, логистику нашего врага? И как далеко или же наоборот близко от линии столкновения они держат резервные запасы? Ну, на дальность полета дрона. Эти дроны, они же, они, это для прифронтовых областей, для прифронтовых территорий, это несколько километров или десятка в максимум километров. Ну, в зависимости от того, где находится оператор, если он на терриконе сверху находится, то, естественно, дрон можно дальше направлять, дальше и дальше, и с ним непосредственная связь. За 100 километров уже связи, ну, это уже за счет изгиба земли, дальше уже просто... За пределами действия этого дрона, да? Да, за пределами действия, скажем так, короче. Поэтому, ну, несколько десятков километров, ну, не несколько, 10-15 километров можно работать дальше уже практически. Это максимальные дальности дальше уже просто... Если туда отвезти технику, ну, они могут отвезти, но толку, толку. Техника, их техника нужна на передовой, то есть для ведения боевых действий. Что толку в танке, который стоит за 15 километров в длине фронта, ну, пусть все там дальше стоят. Но это большие потери за неделю, 186 тысяч? Да, достаточно большие, потому что, ну, за неделю, давайте посмотрим, сколько они за неделю могут поставить на фронт танков, ну, где-то максимум 15-17. Это учитывая и производство, и то, что они могут разгерметизировать со своих... Ну, это условное слово, конечно. То, что они могут вытащить со своих складов, ну, условно складов, потому что это просто небо, ну, под открытым небом сберегается техника, и там из трех-четырех танков можно собрать один. Вот танков они могут где-то, ну, 50... Ну, до 75 в... До 82 где-то так, чтобы уже по максимуму в месяц они могут поставлять на линию фронта, соответственно, за неделю в четыре раза меньше, то есть где-то... То есть, ну, меньше 20, то есть 15-17 они могут привозить танков на всю линию фронта. Не куда-то, не в одно место, а на всю линию фронта обновлять до 20 с каждой недели. Если мы уничтожаем примерно такое же количество, то... Ну, мы уничтожаем это только дронами, мы по-другому их тоже уничтожаем. Да, и еще о достижениях, кстати, беспилотников. Беспилотник «Байрактар» успешно налетал 750 тысяч часов, побив новый рекорд в истории турецкой авиации, об этом накануне сообщила компания-производитель «Байкар». Известно, что этот БПЛА использовался и используется, и был очень полезен в борьбе с российской армией. Кстати, ее выдворение с острова Змеиный. Алексей, какое вы место отводите, собственно, этому беспилотнику? Что о нем говорят наши военные? Это беспилотник, который был в начале полномасштабной войны, он был очень эффективен. Ну, и россиян, для россиян это было неожиданностью. Сейчас они уже более-менее научились с ним бороться. Это же не одноразовый БПЛА, это БПЛА многоразовое использование. Но, в принципе, мы же сейчас мало уже слышим про использование именно «Байрактара». Это не потому, что он стал хуже, а потому, что россияне научились его перехватывать. Поэтому он используется там, где пока у них система защиты от него минимальная. Тот же самый остров Змеиный, там нечем перехватывать, и он там может выполнять свои функции. Это не значит, что это плохой беспилотник, но каждое оружие, новое оружие, которое появляется на поле боя, естественно, враг сразу же анализирует, находит средства борьбы с ними. И так же произошло с «Байрактаром». В принципе, они с ними уже научились бороться не так, чтобы на 100%, но что-то они могут уже уничтожать. Поэтому мы их используем аккуратно и в тех местах, где у них эти возможности минимальные. Сегодня наши города вновь были атакованы дронами «Камикадзе» вчерашней ночью и этой ночью. Также россияне использовали баллистические ракеты. Буквально несколько дней назад также были использованы баллистические ракеты и были они сбиты нашими силами ПВО. Алексей, вот применение баллистики по Киеву – это одна из новых стратегий Москвы в этом году, как вы считаете? Ну, новая стратегия – это применение уже не «Искандеров», а именно переделанных зенитных ракет с комплекса С-400 в баллистическую ракету. То есть, немножечко меняется система управления, а так это зенитная ракета, так как С-300 переделанная зенитная ракета в баллистическую, так и С-400. Одна из модификаций этой ракеты позволяет ему летать на расстоянии больше 300 километров, поэтому они и по Киеву С-300 не долетят, а С-400, ну, последняя модификация, не помню, какая там бреветра, какой там номер 4С, непринципиально. Вот она может долетать, и они будут ее использовать, и таких ракет у них много, в отличие от баллистичных ракет «Искандер», которых там сотню-полторы осталось, было 900, потом они 800 выстрелили, чуть-чуть, 100 осталось, они еще немножко их сделали, то есть, можно где-то оценивать в 150-180 «Искандеров», «Искандеров» у них еще есть, это до 500 километров, то есть, там до Киева может спокойно долететь. Вот С-400, эта ракета, она тоже может долететь, но она работает на пределе своей дальности, и их вот таких ракет, ну, их не 150, не 200, их там несколько тысяч, поэтому это достаточно опасная ситуация, и они, я подозреваю, к сожалению, что они могут попробовать еще больше активно использовать эти ракеты, потому что этих ракет у них много, и до Киева они могут долететь. И почему это опасно? Потому что мы сбиваем баллистическую ракету, а это не крылатая ракета, которую можно сбить на подлете, у нее нет подлета, она поднимается до 25-30 километров вверх, практически в стратосферу, а потом вертикально сверху атакует, ну, с горы, вертикально вниз атакует. И как тут ни крути, а мы эту ракету уничтожаем, но осколки, они все равно будут падать, и ракета летит достаточно быстро, до, там, 2,5-3 километров в секунду, можно, кому интересно, можно просто посмотреть, как считается энергия такого осколка, в зависимости от того веса, и перевести по тому энергию, которую получили по формуле, там, 1,2-2, ну, то есть там ничего сложного нет, можно посчитать по таблице по старински, эквивалент какому количеству тротила этот обломок будет соответствовать. И это получается десятки килограмм, то есть даже в 10-15 килограмм небольшого кусок железа с такой скоростью, он вызывает не просто разрушение, он вызывает взрыв, потому что это большая энергия, и вот даже, как это ни странно звучит, даже просто с кусок железа с такой энергией, с такой скоростью, когда падает, он достигает большей энергии, и когда он падает на Землю, или там на какое-то строение, ну, просто получается взрыв от того, что освобождается при ударе, ну, с законом сохранения энергии, эта энергия должна куда-то деться, она переходит в тепловую, и вот это и есть взрыв. Алексей, ну, правильно я понимаю, что самый лучший метод борьбы с подобными рода комплексов, это их уничтожение на Земле? На старте, да. Только вот здесь один нюанс, эта ракета запускается с территории Российской Федерации, а у нас есть ракеты, крылатые ракеты, которые можно уничтожать эти комплексы, только у нас есть договоренность с нашими партнерами, британцами. Не использовать на территории Российской Федерации? Не использовать на Российской Федерации, то есть это выглядит, ну, просто, знаете, это уже не странно, это как-то крайне странно, скажем так, мягко, потому что стоит за несколько десятков километров от границы пусковая остановка, которая запускает ракеты, и обломки все равно упадут на город, на который она атаковала, принесут вот тот вред, который они принесли, приносят в Киеве, но уничтожить этот комплекс мы не можем на старте, потому что это территория Российской Федерации. Ну, знаете, это, я не могу подобрать какие-то правильные слова, дипломатичные слова армейского, это просто на голову не наглазит. Поэтому Украине необходимо сейчас дальнобойное оружие собственного производства для того, чтобы, собственно, и наносить удары по таким объектам на территории Российской Федерации. Это крайне важно, и тут нам с БПЛА не выручат, потому что они летят медленно, а нам надо стрелять, когда мы видим, что комплекс начинает разворачиваться, нам нужна ракета, которая туда долетит за несколько минут. Тогда да, а пока долетит БПЛА, они отстреляются и уедут с позиции. Кстати, о том, что еще необходимо нашим военным для эффективной борьбы с российским агрессором, накануне говорили и министр обороны Украины Рустам Умеров, и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Они посетили позиции украинской армии на восточном направлении и говорили о том, что в том числе и о возможностях по расширению закупок БПЛА, как разведывательных, так и ударных, и обсудили вопросы усиления фортификации вдоль всей линии столкновения. Кроме того, Минобороны и Генштаб развивают сейчас совместный план действий, а также оценивают потенциальные угрозы. Алексей, что скажете о фортификациях вдоль линии боев с нашей стороны? Насколько важен этот аспект с учетом российских попыток прорваться и прорываться вперед? Ну, россияне анонсировали, что они будут зимой планировать наступательные действия по всему восточному фронту. Вряд ли это будут наступательные действия активные на юге. Это восточный фронт, это от Купинска до Углидара. Где именно? Ну, это Купинск, Лиман, Бахмут. Ну, под Бахмутом Клещеевка, Андреевка, это, естественно, Андреевка, это Авдеевка, это Маренко. Ну, может, до самого Углидара там тоже, может, они будут планировать какие-то наступательные действия. Поэтому, естественно, вдоль всей этой линии фронта целесообразно не просто окопаться в пехоте, а все-таки построить более серьезные укрепления, более серьезные фрортификации. Для этого у нас есть инженерные войска. Но было бы очень неплохо, что говорил президент Зеленский, если бы, ну, не если бы, а было бы неплохо привлечь к этим строительным работам те частные строительные компании, которых, вот, плакаты которых, бигборды висят по всем большим крупным городам, и там, где они рекламируют, как они быстро и эффективно могут что-то построить. Вот они, как раз сейчас, они очень нужны. Ну, и еще не можем с вами не обсудить следующее событие. Вооруженные селы Украины смогли отбить один из терриконов и отвоевали этот террикон в оккупированной с 2014 года Горловке, захватив позиции россиян, об этом также говорил и Зеленский, и в ВСУ. Чем важна эта занятая позиция, эта высота? Ну, так, господствующая высота, она в любом случае важна. Уже мы все прекрасно понимаем важность господствующих высот. Дальше видно, те же самые дроны можно дальше запускать, то есть дальше с ними будет контакт, и они могут летать уже на нескольких километров дальше, чем если бы стоять просто внизу, в дальнейшем, а не на горе. Вот, поэтому это важно, и психологически важно, потому что это территория, которая была много лет оккупирована, и для россиян, вот момент, что там уже наш флаг, желто-синий, для них это психологически тоже. Ну, война, она в том числе и психологическая война, и вот такие составляющие, когда идет моральный тиск давления на врага, то это тоже, в принципе, важно. Но, хотя это, я думаю, не во-первых, во-первых, это все-таки то, что господствующая высота, там нужно и артиллерию, и минометы. Посмотрим видео сейчас, вы продолжаете комментировать, попрошу режиссеров показать захваченный, да, террикон, и, напомню, также еще были взяты в плен российские оккупанты, которые будут содержаться здесь согласно всем Женевским конвенциям об обращении с военнопленными. Да, Алексей, продолжите, пожалуйста. Да, ну вот мы видим этих бойцов российских, хорошо, что взяли в плен, будет у нас обменный фонд, хотя с россиянами их это мало интересует, их не военнослужащие, если они их посылают на верную смерть, используют как почечное мясо, а нам важны наши люди, которые находятся временно в плену, россиян, я думаю, что чем больше у нас будет обменный фонд, чем выше звание будут у тех людей, которых мы взяли в плен, тем больше у нас шансов вернуть наших пленных. Ну, Терекон, Горловка, дальше главное там закрепиться, но я не думаю, что будут какие-то из Горловки атаки на Донецк, непосредственно таких планов, скорее всего, пока, по крайней мере, нет, а вот закрепиться там, там не один Терекон, там несколько Тереконов, в принципе, теперь можно следующее забирать, пробовать, по крайней мере. Алексей, буквально минута у нас остается, уточните, пожалуйста, вот сейчас уже практически середина декабря, как на все бои, на позиции, и ВСУ, и оккупантов влияет сейчас погода, достаточно ли укомплектованы наши военные для зимы и для холодов? Для холодов укомплектованы достаточно, и россияне охотятся за нашими сухпайками, потому что там можно нормально питаться, у россиян такого нет, там гнилые какие-то консервы, тушенка, там, примерно, не знаю, позапрошлого века. В принципе, погодные такие условия, это не просто некомфортно, они, в принципе, мешают, ну, точно не может по мягкому рунту двигаться тяжелая техника так активно, ну, и сами даже пехота, она тоже, ну, кто там бывал, знает, какая там почва, там сразу на берцах у тебя килограмма-полтора грязи, и ты просто быстро не можешь двигаться, ну, и скользко, там, можно упасть, то есть, короче, ты становишься более уязвимым для, не только для снайпера, для любого стрелка со стороны врага, поэтому это, в принципе, влияет. Ну, это не значит, что ничего никто не делает, просто надо делать это аккуратнее, то есть, медленнее, поэтому вот это, да, это влияет. Но зато тут сейчас как раз активизируется и артиллерия, и вот артиллерийская дроновая война, она как раз в такой период она активизируется. Алексей, спасибо вам большое за этот разговор и вашу аналитику. Нашим зрителям напомню, Алексей Гейтман, военный эксперт, майор запаса вооруженных сил Украины, был с нами только что в эфире Фридова. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова